Информационное поле Информационное поле атакует человека различной информацией, различным информационным сигналом. Который что делает с человеком? Он человека смещает, смещает из центра. Если внимательно просканировать состояние человека, когда он обусловлен верой, то он как бы тяготеет к чему-то или кому-то за пределами себя, за пределами своего тела. То есть по факту, по сути, у человека самого себя нет. Нет опоры, нет центра, нет основы. Человек всем собой устремлен куда-то, к определенному какому-то объекту или субъекту. Это называется вера. Если посмотреть еще более пристально, то это называется перекладывание ответственности себя на что-либо, кого-либо вовне. И это есть алгоритм предательства, предательство своей изначальной природы, сути сознания бытия себя настоящего. Чем же вера отличается от знания? И почему знания так важны? Во-первых, нужно сделать акцент вот на чем. У человека и по поводу веры, и по поводу знания есть концептуальное понимание. То есть есть как бы ментальный смысл того, что он вкладывает в то или иное слово, в то или иное понятие. Сущностный же смысл совершенно другой, но он недостижим для человека, обусловленного менталом, обусловленным своим мышлением и мыслительными процессами. То есть человек сначала должен обнаружить вот эту свою зависимость, поглощенность менталом. Он должен обнаружить, как именно это происходит, кто это тот, который поглощается и обуславливается. И тогда у него появляется опция выйти за пределы этой поглощенности, выйти за пределы гравитации ментальной. Но никак иначе это работать не может и не будет. То есть когда человек разотождествляется с обусловленностью, ментальным смыслом и пониманием, ему открывается совершенно другая координата, другая ипостась и чистота, чистота сущностная, то, что как бы принадлежит территории сознания, а не ментала. Да, в одном человеке уживаются две ипостаси, ипостаси разума или по-другому ментала, ипостась сознания. Когда человек разглашает себя Богом, Абсолютом, Светом, вопрос, кто именно в нем это провозглашает. Если это говорит все тот же спящий человек, а что такое спящий? Тот, кто обусловлен персонажем, персонажными программами, то это называется мертвому припарки. Что бы он ни говорил, он остается внутри спящести, внутри информационного сна, внутри зависимости и от информации, и от ментала в целом. Итак, человек сам себе не принадлежит, он принадлежит образу о себе. И поэтому по факту человек отсутствует, то есть присутствует только спящесть. Так вот, когда человек начинает осознавать, ощущать самое главное, а не просто думать и предполагать, ощущать все состояния, как ощущается обусловленность и как ощущается разотождествление, он может выйти за пределы этой обусловленности. И тогда ему откроется сущностная территория, то есть то место, та координата, которая отвечает за знание, за истину. И как я часто говорю с подкастов в подкаст, истина ближе, чем дыхание. Человек слушает это на автомате и проскакивает. Где он ощущает дыхание? Как он это чувствует? Он может взять руку и положить на это место, чтобы действительно вступить в контакт с этой координатой. И найдя, обнаружив эту координату, человек может уловить, что истина еще ближе. И сравнить, где все это время, до этого момента человек искал истину. Искал он ее за пределами себя, то есть там, где дальше дыхание, а не где ближе. Знания и веры прямо противоположны. И как это ни странно, вера есть предательство по отношению к знанию, потому что пока человек верит, он пассивен, он надеется на чудо, он веряет себя какому-то образу и какой-то надежде в связи с этим образом, он веряет себя ментальной зависимости. И, соответственно, знание здесь проявиться не может. Любая информация в плане прочитанных книг, это не знание, это осведомленность. Знание – это когда ты точно ощущаешь это собой. Ты чувствуешь ответ, ты чувствуешь отклик, ты чувствуешь внутреннее водительство, когда суть сознания ведет тебя. И это, естественно, не голоса в голове, как ошибочно может кто-то подумать, ибо голоса в голове – это психическое отклонение, и это уже надо лечить. Водительство сути совершенно другое, это другая координата, другое ощущение. И кто бы что бы ни говорил, или я сейчас буду пытаться это объяснить, у человека сформируется концепция, а это не то, что должно происходить. Еще раз повторюсь, человек должен направить свое наблюдение на свой персонаж, на свои программы, на свою обусловленность, и начнет происходить нечто волшебное, нечто чудесное, когда он видит что-то за пределами ментала, за пределами привычного мышления. Тогда ему будет открываться нечто, что всегда в нем, но оно латентно и спрятано. Человек обуславливается внешним чудом, желанием полететь и освободиться, но свобода может произойти только изнутри, она не бывает снаружи. Снаружи это уже следствие, поэтому если человек и хочет прочувствовать какой-то полет, он должен сначала обнаружить, а в чем его несвобода, что это за кабала, в которой он находится. Человек же, не замечая, не распознавая, не открывая этого в себе и собой, пытается сделать внешние шаги, но они, к сожалению, обречены на неудачу, потому что внешне это следствие, и оно будет отражать только то, что есть отклик от стартового излучения. Поэтому всегда нужно идти в исток, всегда нужно идти в причину, а еще точнее причину-причину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok